Персональные карточки и 240 камер видеонаблюдения по всей территории школы будущего. Международной академической школе Одесса уверены, безопасность детей это один из самых приоритетных вопросов в организации работы образовательного комплекса. О том, как работает система защиты учеников и учителей в современном учебном учреждении, подробнее расскажут мои коллеги. Безопасность детей на первом месте. 240 видеокамер ночного видения, персональные карточки для входа и выхода из школы, диспетчерская с экранами, куда выводятся видео со всех помещений школы в режиме реального времени, а также охранный пункт. При поступлении в Международную академическую школу Одесса одним из главных вопросов родителей была безопасность их детей. При поступлении к нам в школу одним из приоритетных вопросов у наших родителей это был вопрос о безопасности детей. Во время их пребывания здесь, во время учебного процесса. По периметру у нас вся территория охраняется, она вся находится под видеонаблюдением. В нашей школе есть охрана. В школе используют европейские технологии. Попасть в учебные учреждения можно только при наличии карты. Каждый ребенок имеет свою персональную карточку, по которой он может зайти или выйти. Данные о посещении сохраняются как в школе, так и на электронной почте родителей. Сотрудники школы рассказывают, что родители учеников могут получать до 20 таких оповещений в день о перемещении детей в школе. Большое внимание в нашей школе уделяется системе безопасности детей. Каждый ребенок имеет вот такую карточку бесконтактную, благодаря которой он может зайти в школу. И приложив ее к устройству считывающему, приходит родителям оповещение, по которому видно, что ребенок зашел в школу. Также при выходе из школы такое же оповещение приходит родителям, что ребенок покинул школу. В нашей школе используется крупнейший в мире производитель биометрического оборудования Зекотека. Это для системы контроля доступа. Также у каждой карты есть свой уровень доступа. Ученик, преподаватель, сотрудник школы. Но в случае пожарной тревоги доступ откроют для всех в любое помещение для оперативной эвакуации. К слову, пожарная безопасность в учебном заведении на высшем уровне. От общей площади школы рассчитали нужное количество огнетушителей. Они находятся на каждом этаже. А также проведена современная система противопожарной безопасности. Кроме того, благодаря карточкам сотрудники могут следить за количеством людей в кабинете, чтобы соблюдались правила адаптивного карантина. С помощью этой системы также мы следим за карантинными ограничениями. То есть в каждом классе отслеживается, сколько людей в классе, сколько в том или ином помещении. И если это превышает какое-то количество, то следующий человек просто не сможет зайти в здание. Также по всей школе ведется круглосуточное видеонаблюдение. У камер есть функция распознавания лиц. Так что никто чужой пройти не сможет. Камеры также очень помогли в неспокойном для одесских школ и садике в январе, в период массовых лжаминирований учебных заведений. Благодаря отлаженной системе безопасности в Международной академической школе Одесса можно было сразу отследить, заходил ли кто-то не свой на территорию школы. После событий, произошедших в нашем городе совсем недавно, когда были заминированы учебные учреждения, Сергей Васильевич Кивалов лично провел совещание с педагогами школы и поставил вопросы безопасности детей на первое место. Образовательный комплекс на Академической 30 в очередной раз подтверждает статус школы будущего. В этом учебном заведении относятся к каждому вопросу тщательно и детально. Поверхностного отношения здесь нет ни в чем. Тем более в вопросах безопасности учеников и персонала.